Всем привет! В начале февраля компания Samsung по традиции провела очередную презентацию, посвященную флагманской линейке устройств Galaxy S. Помимо нового поколения топовых смартфонов Galaxy S22, производитель обновил и линейку топовых планшетов Galaxy Tab S. В нее вошли три модели – 11-дюймовый Galaxy Tab S8, 12,4-дюймовый Galaxy Tab S8 Plus и абсолютно новой 14-дюймовой Galaxy Tab S8 Ultra. Сегодня у нас на обзоре планшет Galaxy Tab S8, который получил самый компактный корпус и LTPS-экран с частотой обновления 120 Гц. Мы уже протестировали его и готовы рассказать, что же нового принесла эта версия флагманского планшета. В этом видео мы раскроем весь потенциал Tab S8 и сравним с предыдущим Tab S7. Но и это еще не все. Смотрите видео до конца, там вас ждет новый конкурс, в котором вы можете выиграть смартфон Galaxy S21 FE. Начнем наш обзор с комплектации и внешнего вида Tab S8. В России планшет выпускается в конфигурациях как только с Wi-Fi, так и с модулями LTE 5G. Пользователям доступны следующие конфигурации памяти. 128 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти или 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. Корпус устройства располагает тремя стандартными и понятными расцветками – графит, серебро и розовое золото. В комплектацию планшета входит перо S-Pen, табель USB Type-C на USB Type-C для зарядки и переноса данных, скрепка для лотка Nano-SIM и microSD, а также документация. Внешний дизайн нового планшета практически полностью идентичен тому, что мы видели у модели линейки S7. Он представляет собой корпус из армированного алюминия по торцам и сзади. Как и раньше, торцы имеют рубленную форму, а спереди экран полностью покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. На задней крышке планшета в углу располагается выпирающий на пару миллиметров блок двойной камеры со светодиодной вспышкой, которая также перетекает в длинную стеклянную вставку. Под ней скрывается беспроводная зарядка для стилуса, который примагничивает перо для возможности использования устройства, пока восполняется энергия аксессуара. Еще дальше, с противоположного от камеры угла располагается рельефный логотип Samsung с зеркальной поверхностью. Сзади, по бокам и на торцах, планшет пронизан антеннами для устойчивой связи, будь то Wi-Fi или 5G. Экран планшета, окружен черной рамкой толщиной около 7-8 мм со всех сторон. На широкой части производитель разметил фронтальную камеру для видеозвонков, селфи и распознавания лица. Последняя работает быстро и как надо, и днем, и ночью. На торце над камерой располагаются основные элементы управления, кнопка включения разблокировки и качелька громкости. Последняя, пожалуй, представляет собой единственное внешнее изменение, которое нам удалось найти на корпусе. Качелька стала большая и более приплюснутой. Кнопка включения имеет плоскую овальную форму и встроенный дактилоскопический сенсор, который работает четко и быстро. На этом же торце посередине можно заметить отверстие микрофона и слот для установки nanoSIM и карты памяти microSD. По бокам располагаются четыре перфорации встроенных динамиков. На левом торце также имеется отверстие вспомогательного микрофона, а на правом находится разъем USB Type-C для зарядки и подключения внешних устройств. Снизу устройства посередине представлены магнитные коннекторы подключения клавиатуры, а по бокам от них два углубления для точности и надежности соединения. Габариты устройства по сравнению с предыдущим совершенно не изменились и составляют 253,8 на 165,3 на 6,3 мм, а вес 515 грамм. Еще 8 грамм весит стилус. Планшет вполне удобно держать в одной руке во время чтения. В отличие от старших моделей, где используются фирменные матрицы Super AMOLED, в младшей версии установлен 11-дюймовый экран на LTPS-матрице с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составляет 2560 на 1600, 274 пикселя на дюйм, с максимальной яркостью в 480 нит. Впрочем, даже несмотря на неплохие показатели яркости, пользоваться планшетом на улице в солнечно-безоблачный день достаточно сложно, так как стеклянная поверхность экрана хорошо бликует. Отпечатки на поверхности видно лучше, чем информацию на дисплее. Зато у экрана мы не обнаружили шим, так что данная модель лучше подойдет для людей с чувствительным зрением. Экран с диагональю в 11 дюймов вполне хорошо подходит для творческих занятий, и комплектное электронное перо S-Pen его отлично дополняет. Оно удобно крепится за торец над слотом для NanoSIM и microSD во время использования. Перо имеет малую задержку ввода, всего 6,2 мс. Способен определять до 4096 уровней нажатия, и оснащен мягким наконечником, который не повредит экран при использовании. В целом рисовать на планшете удобно, причем как держа его в руках, так и расположив на столе или коленях. Также у Samsung есть приложение PanUp, которое представляет собой еще один редактор для рисования и раскрашивания, где также имеются различные видеоуроки и встроенная социальная сеть, где можно поделиться своими работами. Для записи заметок и рукописного текста на планшете предусмотрено фирменное приложение Samsung Notes. Для организации работы на планшете имеется возможность расположения до трех приложений в режиме разделенного экрана. Удобное и быстрое добавление нужных окон программ обеспечивает боковая панель, которую всегда можно вытянуть с правой стороны за торчащую прозрачную вкладку. Для тех, кому нужен более привычный вид рабочего стола на манер операционной системы для персональных компьютеров, предусмотрена опция перевода планшета в режим Samsung DeX. Подключив к Tab S8 фирменный чехол с клавиатурой и тачпадом или любые клавиатуру и мышку по Bluetooth, можно превратить его в некое подобие ноутбука на Android. По бокам планшета установлены по два динамика. За работу над ними по традиции отвечала австрийская компания АКГ. Максимальная громкость на приличном уровне, даже присутствует небольшой бас. Также имеется уже ставшая обыденная поддержка Dolby Atmos, где доступна настройка под несколько популярных видов контента и есть отдельный девятиполосный эквалайзер, позволяющий настроить частотный диапазон от 63 Гц до 16 кГц. Если же вы пользователь беспроводных наушников с поддержкой кодеков aptX или LDAC, то устройство без проблем сможет передать вам качественный звук во время прослушивания музыки. Ядром системы Tab S8 выступает новейший восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. За графику отвечает ускоритель Adreno 730. Планшет оснащен модулями Bluetooth версии 5.2 и Wi-Fi 6T. Имеется навигационная система с поддержкой GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo и Baidu. Внутренние компоненты устройства питаются от несъемного литий-полимерного аккумулятора на 8000 мАч. Данной батареи хватает примерно на 13 часов вебсерфинга и 15 часов просмотра видео офлайн, что является отличным результатом в сегменте. На активное использование в течение полутора дней его автономности должно хватить. Планшет поддерживает только проводную зарядку до 45 Вт. При повседневных задачах система достаточно холодная. В меню телефона средняя температура процессора и батареи составляли 30 и 28 градусов по Цельсию соответственно. В тяжелых играх после часа геймплея эти значения поднимаются уже до 40 и 33 градусов соответственно. Игровые возможности Tab S8 мы протестировали в таких проектах как Genshin Impact и PUBG Mobile. Во всех играх на максимально доступных настройках производительность находилась на превосходном уровне. Подводя итог, стоит сказать, что младшая версия Galaxy Tab S8 не уступает своей позиции и задает новую планку качества планшетов. Если размер девайса 11 дюймов является подходящим для вас, то лучшего планшета не найти. А теперь мы расскажем о конкурсе, по итогам которого одному из вас мы подарим смартфон S21FE. Условия конкурса максимально просты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и пишите один комментарий «хочу S21FE». Не забудьте указать ваш никнейм в Телеграм, чтобы мы смогли связаться с вами в случае выигрыша. Участников не так много, поэтому шанс выиграть очень большой. Итоги мы подведем в последнем видео декабря, поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы прощаемся с вами до следующего видео, увидимся совсем скоро. Всем пока!